Добрый день! Видишь, гибнет, сердце гибнет, в огне дышащей лавы любви. Ничего не заканчивается ни в 60 лет, ни в 50, ни в 70. Я не скрываю возраст, вот мне сегодня 73 года. Ничего не заканчивается. Аплодисменты зала нужны этой женщине, как солнечный свет. Она актриса. Даже если я иду в магазин, я иду не так, как другие. Пусть не в обиду будет сказано, я все равно знаю, что на меня обращают внимание, где бы я ни появлялась. Сегодня так же, как 10, 20 и 30 лет назад, она жаждет зрительской любви. И сейчас, когда у нее почти нет ролей, она все равно играет. Раскрыв ладонь, плечо склонила. Я не видал еще лица, но я уж знал, какая сила в чертах Венери на кольца. Любимая героиня актрисы, она сама, Светлана Светличная. Сейчас даже, когда меня спрашивают, говорят, Светлана, а кто вам нравится вот сейчас внешне? Я пусть думаю, что это, как бы я юморю, но это, в этом есть доля правды. Я говорю, вы знаете, мне очень нравится Светлана Светличная. У нас все происходит, как в старинной пьесе. Ну что же, жизнь в какой-то мере должна быть театральна. Жизнь не щадила первую красавицу советского кинематографа. Все в порядке. Светлана Светличная потеряла мужа. Вслед за ним трагически погиб ее младший сын. Был период в жизни, когда она осталась без профессии. А для актрисы это равнозначно прощанию с самой собой. Но она выстояла и снова стала первой персоной на полосах светских хроник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 60-й год. В ГИК. Знаменитый объединенный режиссерско-актерский курс Михаила Рома. На нем учились Андрей Кончаловский, Галина Польских, Андрей Смирнов, Жанна Прохоренко, Валерий Носик. Из молодых и талантливых особенно выделялись двое. Светлана Светличная и Владимир Ивашов. Эта выявленная пара была украшением ромовского курса. Не хочется говорить банальных фраз заезженных. Такие красивые пары. Они действительно были хороши. Посмотреть на то, как они сдают экзамены, собирался весь в ГИК. Когда уже был дипломный экзамен по танцу, я с Володей танцевала вальс-бастон. У меня даже сейчас ощущение, что лучше нас никто не танцевал, этот вальс-бастон. Во-первых, мы влюбленные до безумия. Что она влюблена до безумия, Светлана поняла не сразу. Был период, когда она не замечала статного красавца Ивашова. Она смотрела на него, как на одного из своих многочисленных ухажеров. Но потом Владимир снялся в звездной картине Григория Чухрая «Баллада о солдате». Мне пора. Ему щу! А, Лешка! Вместе с этим фильмом молодой актер поехал в Сан-Франциско на фестиваль «Золотые ворота». Режиссер Григорий Чухрай, постановщик фильма «Баллада о солдате», представил гостям, участникам своей группы. А когда вернуться из Америки, Светлана была сражена. Высокому блондину в джинсах и ковбойской шляпе стоило лишь раз пройти мимо. Я люблю красоту. Мне нравится и мужская красота. Я обращаю внимание, кто как одет и сейчас. Добавила любви и чувств, когда Володя в этих джинсах, тогда еще ни у кого, по-моему, если... Ну, может быть, у одного из миллионов, да? Володя ходил, воображал. Когда первый раз я увидел Володю в «Балладе о солдате», я представить себе не мог, что бывают такие красивые люди. Я подумал, вот, человек родился. Володя, вероятно, в какой-нибудь аристократической семье. С такими манерами. А тут еще советская пропаганда кино. Показывали, как он живет, как он подъезжает к киоску на Волге. Сразу было видно, что машину он водит плохо, и машины не его. Из Америки Владимир Ивашов привез подарок и Светлане – махеровую кофту, невиданную по тем временам роскошь. Удивительную вещь носили всем курсом. Так, фасон осенний-зимний, товарищи. Прошу обратить внимание. Модель получила специальную премию за скромность на фестивале в городе Канье. Мы вообще не знали, что такое махер. И когда я в ней там пришла, все вразили, ой, а что это? А дай померить. Я помню, как я одной из девочек герасимовского курса, ей надо было где-то сняться. Она говорит, цветай мне для съемок. Я ей дала. То есть она вот как бы еще ходила по рукам. Владимир быстро сделал Светлане предложение. И вскоре после свадьбы самая красивая актерская пара того времени снялась у Станислава Ростоцкого в «Герои нашего времени». Эта прядь такая золотая, Разве не от старого огня? Страстная, безбожная, пустая, незабвенная. Прости меня. Чтобы произнести эти строчки, я вижу перед собой свету в фильме «Тамань». С «Ундиной» еще не было решено, когда уже Володя был утвержден. Я была не единственная. Но мне кажется, что я была завершающая на кинопробах, и тогда все поняли, что это я. Еще с первых дней знакомства Светлана поняла, что Владимир исключительно порядочный и надежный человек. Годы совместной жизни доказали – она не ошиблась. Я знаю, что он так меня любил. Редко кому так в наше время может повезти. Мне просто повезло. Володю я всегда любила. Но в молодости душа актрисы требовала страстей и новых ощущений. Но у меня чувства, они были, вот они все время то пылали, то утихали. Когда костер ее чувств к мужу начинал остывать, Светлана могла позволить себе многое. И она не скрывает, что не раз изменяла Владимиру Ивашову. Я не отрицаю, что у меня были романы. И я вообще не знаю, чтобы... Я не знаю, чтобы вот на земле у красивой и страстной женщины или мужчины не было романов. Вот расстреляй меня. Если уже меня одолевала какая-нибудь страсть, то уже о ней знали все. И в том числе и Володя. Красота! А? Во! Не пройдет. Ей всегда было в кого влюбиться. Светичную окружали признанные красавцы. И сало в ней есть? Нет сала. Одни маслы. Ну сало не сало, вообще подходящее. О ее увлечениях ходит немало легенд. И, конечно, есть среди них и откровенные выдумки. Хотите сыграем в шахматы? Габи, как шахматный партнер, вы меня не интересуете. После съемок в легендарном фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» светличные приписывали роман и с Андреем Мироновым. Следить за сигналом. Как только он уснет, она погасит свет. Лелик, а если он сейчас уйдет? Ежа, ты ушел от такой женщины. Я нет, но он верный муж. Мы были еще молодоженами с Володей. Женщина может изменить лет через 30 мужу своему. Мне так кажется. Да еще смотря какой муж. Это же тоже важно, да? Был бы какой-то хмырь у меня. У меня был красавец, влюбленный в меня до конца своей жизни. На съемочной площадке «Бриллиантовой руки» молодой актрисе было не до увлечений. Сцена раздевания роковой красавицы, которая пытается заманить в сети главного героя, сегодня кажется весьма целомудренной. Но для СССР 1968 года она стала настоящей бомбой. И Светлана Светличная, которая была, говоря словами из фильма «Облика морали», не сразу решилась на такой подвиг. Сыграть эту сцену ей помог партнер Юрий Никулин. Послушайте, как бьется сердце. Стучит? Стучит? Стучит. Он сказал, ни на кого не обращай внимания. Я вот смотри на меня, а ты мне нравишься. Вот эти все ужимки, вот это вот все, это уже от него шло. А я просто танцевала, как бы вот шла, да, там. Невиноватная я! Он сам пришел! Этих знаменитых кадров в бриллиантовой руке могло вообще не быть. Худсовет пытался их вырезать. Спас положение сам генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Леонид Ильич Брежнев. «Помоги мне, помоги мне, жетоглазую ночь позови». Брежнев сказал, а где эта женщина любимая? И тогда меня вернули, да? Спасибо, Леонид Ильичу. Ой, какая-то польза от правительства в моей жизни была. После того, как фильм начали показывать в кинотеатрах, Светлана Светличная стала любимой женщиной очень многих советских мужчин. Ее красотой восторгались. А через несколько лет для этой феерической женщины нашлось и определение. Ее стали называть первым секс-символом Советского Союза. Мне вообще-то выражение надоело. Я от него устала. Я первый секс-символ. А потом стали все секс-символы. Потом мужчины стали секс-символами. Потом наш президент Путин стал секс-символом. И оно какое-то, знаете, такое затасканное слово. И мне неприятно, что оно относится и ко мне. Неудивительно, что после бриллиантовой руки у красавицы Светличной появились новые поклонники. Увлекающаяся Светлана не раз с головой окуналась в чувственные романы. А верный муж Владимир Ивашов все прощал. И ждал, пока новая страсть жены потухнет так же быстро, как разгорелась. Узнаешь? Вы откуда? Удивлены? Я поняла, что сами вы звонком не осчастливите. Ну, почему же? Ну, хотя бы потому, что курортное знакомство еще не повод для дружбы. Рассудка прилетела. Мне нравится то, что они разрисованы. Вот она. Вон она маленькая. Она очень часто остается одна. Они все улетают. Она садится вот на этот цветок и наблюдает, что здесь происходит в моей квартире, в доме. Они мне нужны. Они мне нужны. Я утром встаю, я сразу вздыхаю, думаю, я не одна. Так. И вы. Опа. Чест, мои солнышки. Чест, мои хорошие. Заходите, заходите, заходите. Сегодня Светличная не осуждает себя и не раскаивается в том, что много мучила мужа. А есть парочки, которые целуются, причем так спокойно. То есть люди уже не умеют так любить, как голуби. Но верными не знаю. У темпераментной и страстной актрисы по-другому быть просто не могло. Романы даже нужны. Вот пусть меня расстреляют. Вот я и сейчас могу сказать. Вот нужны даже при очень хорошей семье. Ну, а потом учтите, актриса. Владимир Ивашов терпел ее увлечение долго. Что бы Светлана не творила, восстановить равновесие в своей семье она могла всегда. Я Володю умоляла, чтобы он любил меня по-прежнему. Он каренен. Вот я ему всегда говорила. Уфка, я говорю, ты каренен. Учитывая Володин характер, с его таким болезненным восприятием несправедливости, я понимал, что жизнь это непростая. Ни одно преступление не должно оставаться без наказания. Но наступил момент, когда Ивашов просто устал от страстной натуры жены. И тут же нашлась женщина, которая захотела его утешить. Владимир уже готов был оставить семью. И вот тогда-то Светличная по-настоящему испугалась. Я поняла, что я его могу потерять. Мне казалось, что я могу себе позволять, а он нет. А когда Володя дал мне понять, что он может уйти, я сделала все, чтобы вернуть его. Чтобы вернуть мужа, она родила второго сына. Первый мальчик появился у Светланы и Владимира еще на третьем курсе института. Назвали его Алешей в честь Алексея Скворцова, героя фильма «Баллада о солдате», который принес бешеный успех его отцу. Кстати, благодаря этой картине молодожены жили в прекрасных условиях. Иногородние студенты получили свою жилплощадь. Квартиру на Фрунзенской Владимиру Ивашову дали за прекрасно исполненную роль. Так что новорожденный Алексей Ивашов не знал ни общежитий, ни коммуналок. Правда, некоторое время ему пришлось пожить в Мелитополе у бабушки. Это было очень тяжело учиться, и я не переставала кормить грудным молоком. Уже когда уже можно было отлучить от груди, вот мама забрала его в Мелитополь. Маленький Леша редко видел родителей. Привозили колбасу и селедку, потому что в Мелитополе этого добра было маловато. Леша рос обычным советским ребенком. Никто из его друзей даже не догадывался, чей он сын. Тогда я был пацаном, и это не нужно было абсолютно. Я вот уже прожил здесь более 20 лет, и есть люди, которые говорят, ой, что-то мы тебя по телевизору увидели. И тогда приходится говорить. А так я не хвастаюсь. Когда пришла пора идти в школу, молодые родители забрали сына в Москву. А из Мелитополя на помощь супругам отправилась тетя Светлана. Баба Катя приехала, она была с нами, и Алеша с нами. И только на лето забирали, баба Катя уезжала в Мелитополь. Есть арбузы, персики, ну и дети. Сегодня, вспоминая о родителях, Светлана Афанасьевна говорит, что все больше и больше становится похоже на маму. В манерах, вот как держать спинку, шляпы, которые я ношу. Это все мама. И это все было по ходу моей жизни. И у мамы был вкус. Она всегда меня одевала в рюшечки, у меня всегда были какие-то платьица. А еще мама Светланы всегда мечтала стать актрисой. Но после того, как она вышла замуж за военного, об актерской карьере уже не было и речи. Верная жена поехала за мужем по гарнизону. И даже когда появилась маленькая дочь, семья продолжала колесить по стране. Так что детство Света Светличной прошло в разъездах. Родилась она в Ленинакане, в школу пошла в городе Ахтырка на Украине, а закончила десятилетку в Калининградской области. Кстати, в ранней юности Света вовсе не считала себя красавицей. Когда я получала аттестат взрывности, в 10-м классе, я поняла, что я выросла в красавицу. Папа у нас был комендантом города, и вот комендатура была рядом по ходу по той улице, по которой я шла в школу. И там, значит, солдатики были, и вот я по солдатикам поняла, что я хорошенькая. Но в Москве, когда Светличная поступила во ВГИК, эта уверенность быстро растаяла. Увидела московских студенток, я поняла, что мне вообще не повезло. В том смысле, что они все такие красавицы, а со временем я поняла, они уже пользовались косметикой, а я была умытая. вот, знаете, как встал, умылся и пошел. Зато сегодня Светлана Афанасьевна полностью довольна своей внешностью. Ей удалось сохранить девичью фигуру. Но главное, она не потеряла оптимизм, а это всегда благотворно сказывается на внешности. Все думают, что это генетически так я устроена. Нет, я об этом думаю, я об этом всегда забочусь. Вот, и мне очень важно, как я выгляжу, куда бы я сегодня не пошла. Совсем недавно Светлана Афанасьевна сломала ногу. Но и это не выбило ее из колеи. Натура актрисы и тут не позволила предаться унынию и жалости к себе. Не бойся, это совсем не страшно. Она не пропустила ни одной встречи со зрителями и никому не позволила даже подумать, что у нее что-то болит. Летом была премьера, и я на сцену с болью, но вышла на каблуках. Даже от себя нежно. Потом нет, не могу. Думаю, я доковыляю, я доковыляла и на сцене там все, 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 все обошлось. Она привыкла быть лучшей и держит марку. Светлана Афанасьевна, как многие, живет на пенсию в 12 тысяч рублей. Но она не жалуется и умудряется выглядеть лучше, чем в жены современных олигархов. У нас придумали такой праздник идиотский, день пожилого человека. Знаешь, подчеркну, что ты уже все, закончил жить, ты уже пожилой, сиди, не рыпайся. И меня пригласили в качестве актрисы. И я была перед дилеммой. Вот в чем идти? Мерила, мерила, думала, думала. Я вышла в мини, я вышла в какой-то тоже шляпе, но я-то тоже 73 года девушки в шляпе. Танцевала на сцене, симпровизировала, и в интернете на местном форуме появились гадкие какие-то комментарии, пьяная, светличная, там, что-то такое. И мне как-то это возмутило. Я написал пост, который назывался душа в мини-юбке, о том, что ей хочется нравиться. Не виновата она в том, что душа без морщин, когда ее ровесницы уже с кошелками давно бродят, между нами говоря, а она, слава тебе, Господи, в мини-юбке. Она не боится своего возраста, а если это нужно для роли, даже позволяет искусственно создавать себе морщины. Далеко не все и актрисы решаются на такое. У тебя по-прежнему красивые руки, только постарели. У самой светличной в жизни было немало периодов, когда казалось, что жизнь прошла и уже ничего не хочется. Она стала вдовой в 55. Язвенная болезнь началась у Владимира Ивашова в 30 лет. В общем, язва мучила. и его, и меня. Были моменты, когда я думала, Господи, да что ж это такое? Светлана билась с этой бедой по-всякому. Чем только не лечили, это только вот такая, как я, могла доставать борсучий жир, китовые какие-то там, это все. Это очень тяжело иметь рядом больного человека, потому что язва, она убивает. Вашов перенес не одну операцию, но лучше ему не становилось. Я узнала, что в Кургане есть потрясающий хирург, гастроэнтеролог Яков Давыдович Витебский. Я Володю под расписку, я забрала с московской какой-то клиники и отправила его в Курган. Она вылечила мужа и на несколько лет болезнь отступила, но потом пришли 90-е. Большая политика кардинально изменила жизнь огромной страны, а ее маленьким гражданам пришлось выживать, и каждый делал это как мог. Человек, который себя чувствовал актером и ждал каких-то и Гамлета, и Дездемона, не важно, да, вот такие серьезные роли, и вдруг тебе вообще ничего, это очень сложно. Есть люди, которые живут этим, вот как моя мама, она себе не может представить жизнь без сцены. А, например, когда его отца спросил, папа, а кем бы ты стал, если бы не был артистом? Он моментально ответил, егерем. Светлану Светличную и Владимира Ивашова уволили из театра киноактера. Жить стало просто не на что, а у них было двое детей. Спасала мама Светланы, она присылала из Мелитополя выращенные на собственной даче фрукты и овощи. Светличная научилась готовить практически из ничего, и при этом еще умудрялась подкармливать голодную актерскую братью. Вам что, еще добавки треба? У нас и Нонна Мордюкова, и Алла Ларионова, и Коля Рыбников, и все были. Я знаю, как можно приготовить кашу с жареным луком, и уплетать ее с таким удовольствием. Говорит, как ты это сделала? Фантазия тогда, она у тебя не спит. Но обойтись столько посылками родителей семья не могла. Ивашов был готов на все. На помощь пришли друзья. серега. Серега, ты что же не узнаешь меня? Он пошел к своему приятелю давнишнему, у которого была своя фирма, вдруг его взял пресс-секретарем. Ну, это была такая поддержка, потому что, сами понимаете, пресс-секретарь на фирме по торговле унитазами не особо нужен. Однако, просто просиживать штаны на чужом месте актерам не позволило совесть. Когда отцу уже стало неудобно, он пошел на стройку. и простым рабочим. Светлана решила, что тоже должна искать работу. Делать для нее нашлось быстро. Красавица светличная, женщина, о которой грезили все мужчины Советского Союза, в Новой России превратилась в уборщицу. Если ты хочешь выжить, не спиться, да, потому что чтобы отчаяние, то надо что-то, какие-то выходы искать. Квартира пустовала, и я вот с этой квартирой я убирала. Они были обеспечены, и все, что было в холодильнике, это оставалось и становилось моим. То есть это прям как не знаю, манна небесная свыше. Она не рассказывает о том, как трудно приходилось в то время. Старается вспоминать только хорошее. Жаловаться не в характере Светланы Афанасьевны. Также спокойно актриса рассказывает и о том, как у Владимира Ивашова снова открылась язва. Волон последнее время он не показывал, потому что он берег меня. Я об этом узнала, когда уже я сказала, все, мы в поликлинику, и это, и вот мы попали в поликлинику, и он там первый раз потерял сознание. А врач же там, терапевт, он сказал, немедленно в больницу, немедленно операция, и очень быстро, через три дня Володя не стала. Я его последний раз видел, приехал на площадь Гагарина, то ли мне кто-то привез такого вобла, вот огромного, ну просто как лещи. И мы с братом, и папа еще к нам присоединился. Через два дня мама позвонила, сказала, что папу в больницу положили, а потом через два дня позвонил утром Олег и сказал, что папа нет. Светлана осталась одна в упустевшем чужом мире. Ей нужно было учиться жить по новым жестоким правилам. И у меня была связь с Володей. На сороковой день он пришел. Причем это было и физическое прикосновение, потому что это были его движения. Он всегда любил, у него всегда мерзли руки, и он всегда любил греть их между моих ног. Вот это было то же самое. Я боялась повернуться, я была спиной. И мы с ним говорили. Вот он мне сказал, что Светка, считай, что чемодан уже собран, береги детей, верь в то, что я тебя любила бесконечно. Она лежала тогда, сжавшись в комок, и думала, что сходит с ума. Но потом заметила, что их собака, Сеттер Фил, тоже ведет себя так, как будто увидел кого-то очень любимого. Фил заскочил хвостом, вот так вилял от радости, потому что он попрощался, видно, это. И потом думаю, сейчас пойду Олежке скажу. И вдруг Олежка так вот появляется у двери. Я говорю, Олежка, папа был. Он говорит, мам, а я пришел тебе сказать, он со мной попрощался. То есть вот животное, сын и я. После ухода Владимира, Светлана, которая при жизни мужа способна была влюбиться с первого взгляда и поддаться страсти, перестала даже смотреть на других мужчин. А мысли о том, чтобы создать новую семью, у нее даже не возникало. Актриса осталась верна памяти мужа долгие годы. Она так тяжело переживала потерю, что эта боль довела ее до болезни. Светлане Афанасьевне поставили страшный диагноз рак. Есть потусторонняя какая-то вещь даже, сила. Вот она, она тебе помогает. Когда у меня был диагноз, так сказать, по женской линии, то есть вызвали, тогда и Олешка был жив, и Алешу, вызвали ее для того, чтобы сказать, что мне там осталось две недели. Опухоль третьей стадии означает сначала тяжелую химиотерапию, а потом операцию. Но они не понадобились. То, что произошло дальше, иначе как чудом не назовешь. А я выжила. И я знаю, что уход мой будет не из-за этого. Это редчайший случай, как говорили врачи. Потому что есть связь с ним. Но новое испытание совсем выбило почву у нее из-под ног. Олег, младший сын Светланы Афанасьевны, чтобы как-то помочь матери, сдал свою квартиру в Москве и уехал жить в Ивановскую область. Ну, он так и не нашел себя в жизни. Он думал, что в деревне найдет себе применение. Уехал он в Кинишму и там умер. Мне сообщили из больницы уже. Я тут же поехала. И Алешу взяла. Мы забрали Олежку. Привезли сюда. Он сейчас с отцом на Вагань говорит. 33-летний Олег Ивашов умер не от болезни. Светлана Афанасьевна считает, что его убили из-за денег. Ему влили, может быть, даже кислоту. Ожог, видно, всего там. И вот он был без сознания трое суток. Я могла бы даже сама могла бы найти. У меня такая интуиция на все, да? Но я поняла, что я же не верну. И что? И что? И я в психушку могу попасть. Не представляю себе, как она пережила это, потому что уход мужа, потом сына, мамы, папы, у нее остался только брат и я. Ее боль в тот период невозможно описать. Она искала спасения, хотела хоть ненадолго приглушить внутреннюю агонию. И однажды в ее жизни появился человек, который своей любовью тронул ее застывшую от боли душу. «Но с чем же слиться раз и навсегда, чтобы осознать то яркое пятно, в котором светлая земная красота, всех нежных чувств недостающая звено». Она обратила внимание на художника Сергея Сокольского только потому, что он показался ей похожим на Владимира Ивашова. Также хорошо играл на гитаре и, как показалось на первый взгляд, также ее любил. «Я кинулась, как знаете, кинулась, чтобы вот в доме гитара звучала, он бард, он пел песни. То есть, это вот была какая-то связь с тем, что Володя тоже был музыкален». Но уже в первые дни совместной жизни актриса поняла, ее новый избранник совсем не тот человек, за которого она его приняла. «Я потратила все деньги на него еще, потому что я не могла появиться с человеком в стоптанных ботинках и так далее. Когда говорили о разнице в возрасте, то можно было сказать, что я на 15 лет младше его, а не он. Я ей говорил «Ты живи, пожалуйста, с кем хочешь. Я ж не против. Ну, зачем свадьбы эти? Я даже на свадьбу не ходил». Ее второй брак не продержался и месяца. «Достаточно было там 27 дней, я поняла, что это кошмар, что это мне совершенно, это не мое. Спасибо ему, этому Сергеевску я сказал «Все, до свидания. Мы должны развестись». Но там еще какие-то маленькие были причины, потому что во всех смыслах немой человек. Не думаю, что там прям от такого тотального глобального одиночества. Все, наверное, было как-то ну, минутная слабость. Сегодня Светлана Афанасьевна живет одна. Она хранит память о Владимире Ивашове, единственном мужчине, которого она любила всю жизнь. Больше актриса не пробовала найти человека, похожего на него. А что, я прожила жизнь лучше других. Я семь раз была на курортах, Курзуфе, Анапе. И всю жизнь прожила с одним человеком. Хорошее было время. Но Светлана Светличная осталась собой. Натура актрисы не дала ей полностью погрузиться в отчаяние. Из черной ямы горя ей помог выбраться зритель и поклонник молодой стилист Руслан Татьянин. Предложил мне быть его музой. Я говорю, вы знаете, вы опоздали лет на 20, а может и 30. Да нет, я видел вас в кино, я там это. И когда я встретилась с Русланом Татьяниным, я видела, что это юный молодой человек, который весь горел, который нервничал, потому что для него я была, конечно, звездой. Она согласилась на ту встречу и не пожалела. В своих работах молодой стилист дал актрисе возможность сыграть роли, которые ей не удалось воплотить на экране. Сейчас я обнимаю необъятное одна в единственном числе и, честно говоря, сама себе задеться. Это правда, это правда. Ну, мы последуем все работать, да, проходите. И все благодаря ему. А еще вместе с ним она начала выходить на светские вечеринки и рауты. Всегда при мне был Руслан, вот, и я чувствовала себя женщиной, я чувствовала себя актрисой. И это все нужно для того, чтобы, ну, как бы верить в себя и надеяться на какое-то еще будущее. Сегодня Светличная уже не работает с Татьянином. Они оба получили все, что могли от этого творческого союза. А потом просто пошли каждой своей дорогой. Три года достаточно было и Руслану, и мне. Мы не ругались. Просто Руслан, умный, молодой человечек, он понял, что я уже не нуждаюсь вот в его услугах. Светлана Афанасьевна благодарна стилисту, который подтолкнул ее к обновлению. Сегодня она снова сильная и уверенная в себе. Мне лично это было нужно. Женщина должна себе нравиться. Вот, мне сейчас нравится Светлана. У меня произошла переоценка ценностей. обновленная Светличная нашла в себе силы помириться со старшим сыном Алексеем. Они разменяли квартиру на Ленинском, где жили вместе, и посчитали, что мне ничего не нужно. Немножко обидно было. Газеты раздули из этого страшный скандал. Писали, вот, там, скандал у Светличной, и ой, этот Алексей, он и не хочет с вами, и даже знать, да это чушь собачья, из пальцев высасывают, потом раздувают, и потом хлоп, значит, вот так вот. И чего они ради это делают? У меня был период, когда мне было очень тяжело, и я даже, я поняла, что у меня гаснут материнские чувства. А сейчас я люблю большого лысого с усами Алешу. Все наладилось. Сейчас в семье царит гармония. После разлуки Светлана Афанасьевна познакомилась с маленьким Володей Ивашовым. Алло. Ой, привет. Слушай, как я рада, что ты мне позвонил. Да, да. У тебя все хорошо? Ну, молодец. Я тебя целую, лапочка моя. Ну, пока, пока. Это мой крендель позвонил. Я его так зову, правнук. Володя, маленький Володя Ивашов. Сначала малыш рабел в присутствии прабабушки актрисы. Совсем недавно был, он вдруг со мной стал разговаривать на вы. Но не бабушка и не прабабушка, а Света. Света, пойдешь со мной гулять. И мне это, честно скажу, очень приятно. Потому что я прабабушкой как-то себя не ощущаю. И то, что вот такой пацан растет, очень хорошенький. Светлана Афанасьевна считает, что он очень похож на знаменитого прадедушку, в честь которого его назвали. Я ему подарила шляпу белую, да. Он ее одел, и потом Алешка мне звонил и сказал, слушай, мам, ты знаешь, что Володя пошел на тренировку карате или дзюдо, я сейчас не помню, говорит, он одел твою белую шляпу, которую ты подарил. Мне это безумно нравится, значит, у нас с ним одинаковая страсть к шляпам. У Светличной большая коллекция шляп. Ну, вот, я со шляпами. Чем хороша любая шляпа для актрисы, потому что бывают случаи, когда вы не успеваете, поезд приходит или самолет опаздывает, а зритель уже ждет, и говорит, у вас 15 минут, у вас 15 минут, ты красишь глаза быстро, одеваешь шляпу, и уже думаешь, ну, слава Богу, теперь я могу выйти. Ну, что? Некоторое она сделала сама. Ее творческая натура не дает сидеть без дела. Вот эта шляпа очень интересная. Когда я ее увидела в магазине, мне она безумно понравилась, но я взяла и убрала, здесь был очень высокий вот этот вот колпак, и я его срезала. А еще актриса пишет новеллы и надеется, что найдется сценарист, который создаст на их основе историю нового фильма. у меня не хэппи-энд, понимаете, было бы здорово, это в сказках все хэппи-энд. Я написала, что вот женщина, которая приехала в Прибалтик, а я в Прибалтике училась, вот эта женщина приехала туда, где начинался у нее роман, о котором она не может забыть. Вот я написала, говорю, так тебе надо писать, это не значит, что мне надо писать, это я рассказываю специально о том, чем я наполнена. А когда Светлане Афанаси мне становится одинока, она включает любимую музыку. Я вот просыпаюсь, я включаю музыку, отключаю телефоны, никого не хочу видеть, хожу, в чем мама родила. Не должна такая женщина быть одна, хотя, может быть, сегодняшнее ее одиночество наполнено уже мудростью, неким созерцанием, взглядом себя, но она очень женщина светличная. Светлана Афанасьевна прошла огонь, воду и медные трубы. Горе сожгло ее почти до тла, но она сумела подняться из пепла и создать себя новую, женщину и актрису, которой можно только любоваться. это вот такая стюардесса, бортпроводница, поэтому вот я не знаю, и обязательно очень важно в чем ты. Товарищи пассажиры, наш рейс подходит к концу. Мы прибываем в Москву, надеюсь, что полет для вас прошел приятно. До свидания. Сегодня Светлана светличная такая, какой была раньше, сильная, независимая и потрясающе красивая. И именно эта ее главная роль всегда шла актрисе больше остальных. Я думаю, сейчас пойду Олежке скажу. И вдруг Олежка так вот появляется у двери. Я говорю, Олежка, папа был. Он говорит, мам, а я пришел тебе сказать, он со мной попрощался. То есть вот животное, сын и я. После ухода Владимира Светлана, которая при жизни мужа способна была влюбиться с первого взгляда и поддаться страсти, перестала даже смотреть на других мужчин. А мысли о том, чтобы создать новую семью, у нее даже не возникало. Актриса осталась верна памяти мужа долгие годы. Она так тяжело переживала потерю, что эта боль довела ее до болезни. Светлане Афанасьевне поставили страшный диагноз – рак. Есть потусторонняя какая-то вещь даже, сила. Вот она, она тебе помогает. Когда у меня был диагноз, так сказать, по женской линии, то есть вызвали, тогда и Олежка был жив, и Алешу, вызвали ее для того, чтобы сказать, что мне там осталось две недели. опухоль третьей стадии означает сначала тяжелую химиотерапию, а потом операцию. Но они не понадобились. То, что произошло дальше, иначе, как чудом, не назовешь. А я выжила. И я знаю, что уход мой будет не из-за этого. Это редчайший случай, как говорили врачи. Потому что есть связь с ним. Но новое испытание совсем выбило почву у нее из-под ног. Олег, младший сын Светланы Афанасьевны, чтобы как-то помочь матери, сдал свою квартиру в Москве и уехал жить в Ивановскую область. Ну, он так и не нашел себя в жизни. Он думал, что в деревне найдет себе применение. Уехал он в Кинишму и там умер. Мне сообщили из больницы уже. Я тут же поехала. И Алешу взяла. Мы забрали Олежку. Привезли сюда. Он сейчас с отцом на Вагань горит. 33-летний Олег Ивашов умер не от болезни. Светлана Афанасьевна считает, что его убили из-за денег. Ему влили, может быть, даже кислоту. Ожог, видно, всего там. И вот он был без сознания трое суток. Я могла бы даже сама могла бы найти. У меня такая интуиция на все, да? Но я поняла, что я же не верну. И и что, и что, и я в психушку могу попасть. Не представляю себе, как она пережила это, потому что уход мужа, потом сына, мамы, папы, у нее остался только брат и я. ее боль в тот период невозможно описать. Она искала спасения, хотела хоть ненадолго приглушить внутреннюю агонию. И однажды в ее жизни появился человек, который своей любовью тронул ее застывшую от боли душу. Но с чем же слиться раз и навсегда, чтобы осознать то яркое пятно, в котором светлая земная красота, всех нежных чувств недостающие звено. Она обратила внимание на художника Сергея Сокольского только потому, что он показался ей похожим на Владимира Ивашова. Так же хорошо играл на гитаре и, как показалось на первый взгляд, так же ее любил. Я кинулась, как знаете, кинулась, чтобы вот в доме гитара звучала, он бард, он пел песни. То есть это вот была какая-то связь с тем, что Володя тоже был музыкален. Но уже в первые дни совместной жизни актриса поняла, ее новый избранник совсем не тот человек, за которого она его приняла. Я потратила все деньги на него еще. Потому что я не могла появиться с человеком в стоптанных ботинках и так далее. Когда говорили о разнице в возрасте, то можно было сказать, что я на 15 лет младше его, а не он. Я и говорил, ты живи, пожалуйста, с кем хочешь. Я ж не против. ну, зачем свадьбы эти, я даже на свадьбу не ходил. Ее второй брак не продержался и месяца. достаточно было там 20 с чем-то дней, я поняла, что это кошмар, что это мне совершено. Это не мое. Спасибо ему, этому Сергею, что я сказала, все, до свидания. не должно развестись. Но там еще какие-то маленькие были причины, потому что во всех смыслах немой человек. Не думаю, что там прям вот от такого тотального глобального одиночества. Все, наверное, было как-то ну, минутная слабость. Сегодня Светлана Афанасьевна живет одна. Она хранит память о Владимире Ивашове, единственном мужчине, которого она любила всю жизнь. Больше актриса не пробовала найти человека, похожего на него. А что, я прожила жизнь лучше других. Я семь раз была на курортах Курзуфе, Анапе. И всю жизнь прожила с одним человеком. Хорошее было время. Но Светлана Светличная осталась с собой. Натура актрисы не дала ей полностью погрузиться в отчаяние. Из черной ямы горя ей помог выбраться зритель и поклонник молодой стилист Руслан Татьянин. предложил мне быть его музой. Я говорю, вы знаете, вы опоздали лет на 20, а может и 30. Он говорит, да нет, я видел вас в кино, я там это. И когда я встретилась с Русланом Татьяниным, я видела, что это юный молодой человек, который весь горел, который нервничал, потому что для него я была, конечно, звездой. она согласилась на ту встречу и не пожалела. В своих работах молодой стилист дал актрисе возможность сыграть роли, которые ей не удалось воплотить на экране. Сейчас я обнимаю необъятное одна в единственном числе и, честно говоря, сама себе задержалась. Это правда, это правда. Ну, мы последуем сработать, да, проходить. И все благодаря ему. А еще вместе с ним она начала выходить на светские вечеринки и рад. С Ундиной еще не было решено, когда уже Володя был утвержден. Я была не единственная, но мне кажется, что я была завершающая на кинопробах и тогда все поняли, что это я. Еще с первых дней знакомства Светлана поняла, что Владимир исключительно порядочный и надежный человек. Годы совместной жизни доказали, она не ошиблась. Я знаю, что он так меня любил. Редко кому так в наше время может повезти. Мне просто повезло. Володю я всегда любила. Но в молодости душа актрисы требовала страстей и новых ощущений. Но у меня чувства, они были, вот они все время то пылали, то утихали. Когда костер ее чувств к мужу начинал остывать, Светлана могла позволить себе многое. И она не скрывает, что не раз изменяла Владимиру Ивашову. Я не отрицаю, что у меня были романы. И я вообще не знаю, чтобы на земле у красивой и страстной женщины или мужчины не было романов. Вот расстреляй меня. Если уже меня одолевала какая-нибудь страсть, то уже о ней знали все. И в том числе и Володя. Красота. Что? Во. Не пройдет. Ей всегда было в кого влюбиться. Светичную окружали признанные красавцы. И сало в ней есть? Нет сала. Одни маслы. Ну, сало не сало, вообще подходящее. О ее увлечениях ходит немало легенд. И, конечно, есть среди них и откровенные выдумки. Хотите сыграем в шахматы? Габи, как шахматный партнер вы меня не интересуете. После съемок в легендарном фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» Светличной приписывали роман и с Андреем Мироновым. Следить за сигналом. Как только он уснет, она погасит свет. Лелик, а если он сейчас уйдет? Ежа, ты ушел от такой женщины? Я нет, но он верный муж. Мы были еще молодоженами с Володей. Женщина может изменить лет через 30 мужу своему. Мне так кажется. Да еще смотря какой муж. Это же тоже важно. Было бы какой-то хмырь у меня. У меня был красавец, влюбленный в меня до конца своей жизни. На съемочной площадке «Бриллиантовой руки» молодой актрисе было не до увлечений. Сцена раздевания роковой красавицы, которая пытается заманить в сети главного героя, сегодня кажется весьма целомудренной. Но для СССР 1968 она стала настоящей бомбой. И Светлана Светличная, которая была, говоря словами из фильма «Облика морали», не сразу решилась на такой подвиг. Сыграть эту сцену ей помог партнер Юрий Никулин. «Послушайте, как бьется сердце. Стучит? Стучит? Стучит». Он сказал, ни на кого не обращай внимания. Я вот, смотри на меня, ты мне нравишься. Вот эти все ужимки, вот это вот все, это уже от него шло. А я просто танцевала, как бы, вот шла. Да, «Невиноватая я! Он сам пришел!» Этих знаменитых кадров в бриллиантовой руке могло вообще не быть. Худсовет пытался их вырезать. Спас положение сам генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Леонид Ильич Брежнев. «Помоги мне! Помоги мне! Жетоглазую ночь позови!» Брежнев сказал, а где эта женщина любимая? И тогда меня вернули, да? Спасибо, Леонид Ильич, ой, какая-то польза от правительства в моей жизни была. После того, как фильм начали показывать в кинотеатрах, Светлана Светличная стала любимой женщиной очень многих советских мужчин. Ее красотой восторгались, а через несколько лет для этой феерической женщины нашлось и определение. Ее стали называть первым секс-символом Советского Союза. Мне вообще-то выражение надоело, я от него устала. Я первый секс-символ, а потом стали все секс-символы, потом мужчины стали секс-символами, потом наш президент Путин стал секс-символом. И оно какое-то, знаете, такое затасканное слово, вот, и мне неприятно, что оно относится и ко мне. Неудивительно, что после бриллиантовой руки у красавицы Светличной появились новые поклонники. Увлекающаяся Светлана не раз с головой окуналась в чувственные романы. А верный муж Владимир Ивашов все прощал и ждал, пока новая страсть жены потухнет так же быстро, как разгорелась. Узнаешь? Вы откуда? Удивлены? Я поняла, что сами вы звонком меня счастливите. Ну, почему же? Ну, хотя бы потому, что курортное знакомство еще не повод для дружбы. Рассудка прилетела. Мне нравится то, что они разрисованы. Вот она, вон она маленькая. Она очень часто остается одна. Они все улетают. Она садится вот на этот цветок и наблюдает, что здесь происходит в моей квартире, в доме. Они мне нужны. Они мне нужны. Я утром встаю, я сразу вздыхаю, думаю, я не одна. Так. И вы. Опа. Чест, мое солнышко. Чест, мое хорошее. Заходите, заходите, заходите. Сегодня Светличная не осуждает себя и не раскаивается в том, что много мучила мужа. А есть парочки, которые целуются, причем так спокойно. То есть люди уже не умеют так любить, как голуби. Но верными не знаю. У темпераментной и страстной актрисы по-другому быть просто не могло. Романы даже нужны. Вот пусть меня расстреляют. Вот я и сейчас могу сказать. Вот нужны даже при очень хорошей семье. Ну, а потом учтите, актриса. Владимир Ивашов терпел ее увлечение долго. Что бы Светлана не творила, восстановить равновесие. Что душа без морщин. Когда ее ровесницы уже с кошелками давно бродят, между нами говоря, она, слава тебе, Господи, в мини-юбке. Она не боится своего возраста. А если это нужно для роли, даже позволяет искусственно создавать себе морщины. Далеко не все актрисы решаются на такое. У тебя по-прежнему красивые руки. Только постарели. У самой Светличной в жизни было немало периодов, когда казалось, что жизнь прошла и уже ничего не хочется. Она стала вдовой в 55. Язвенная болезнь началась у Владимира Ивашова в 30 лет. В общем, язва мучила и его, и меня. Были моменты, когда я думала, господи, да что же это такое? Светлана билась с этой бедой по-всякому. Чем только не лечили. Это только вот такая, как я, могла доставать борсучий жир, китовые какие-то там, это все. Это очень тяжело иметь рядом больного человека, потому что язва, она убивает. Увашов перенес не одну операцию, но лучше ему не становилось. Я узнала, что в Кургане есть потрясающий хирург, гастроэнтеролог Яков Давыдович Витебский. Я Володю под расписку, я забрала к московской какой-то клинике и отправила его в Курган. Она вылечила мужа и на несколько лет болезнь отступила, но потом пришли 90-е. Большая политика кардинально изменила жизнь огромной страны, а ее маленьким гражданам пришлось выживать, и каждый делал это как мог. Человек, который себя чувствовал актером и ждал каких-то и Гамлета, и Дездемона, неважно, да, вот такие серьезные роли, и вдруг к тебе вообще ничего, это очень сложно. Есть люди, которые живут этим, вот как моя мама, она себе не может представить жизнь без сцены. А, например, когда его отца спросил, папа, а кем бы ты стал, если бы не был артистом? Он моментально ответил, егерем. Светлану Светличную и Владимира Ивашова уволили из театра киноактера. Жить стало просто не на что, а у них было двое детей. Спасала мама Светланы, она присылала из Мелитополя выращенные на собственной даче фрукты и овощи. Светличная научилась готовить практически из ничего, и при этом еще умудрялась подкармливать голодную актерскую братью. Вам что, еще добавки троба? У нас и Нонна Мордюкова, и Алла Ларионова, и Коля Рыбников, и все были. Я знаю, как можно приготовить кашу с жареным луком и уплетать ее с таким удовольствием. Говорят, как ты это сделала? Фантазия тогда, она у тебя не спит. Но обойтись столько посылками родителей семья не могла. Ивашов был готов на все. На помощь пришли друзья. Серега, ты что же не узнаешь меня? Он пошел к своему приятелю давнишнему, у которого была своя фирма. Вдруг его взял пресс-секретарем. Ну, это была такая поддержка. Потому что, сами понимаете, пресс-секретарь на фирме поторговали унитазами не особо нужен. Однако, просто просиживать штаны на чужом месте актерам не позволило совесть. Когда отцу уже стало неудобно, он пошел на стройку. И простым рабочим. Светлана решила, что тоже должна искать работу. делать для нее нашлось быстро. Красавица светличная, женщина, которой грезили все мужчины Советского Союза, в Новой России превратилась в уборщицу. «Если ты хочешь выжить, не спится, да, потому что чтобы отчаяние, то надо что-то, какие-то выходы искать. Квартира пустовала, и я вот с этой квартирой я убирала. Они были обеспечены, и все, что было в холодильнике, это оставалось и становилось моим. то есть это прям как манна небесная свыше». Она не рассказывает о том, как трудно приходилось в то время. Старается вспоминать только хорошее. Жаловаться не в характере Светланы Афанасьевны. Также спокойно актриса рассказывает и о том, как у Владимира Ивашова снова открылась язва. Володин в последнее время он не показывал, потому что он берег меня. Я об этом узнала, когда уже я сказала, все, мы в поликлинику, и это, и вот мы попали в поликлинику, и он там первый раз потерял сознание. А врач же там, терапевт, он сказал, немедленно в больницу, немедленно операция. И очень быстро, через три дня Молоди не стало. Я его последний раз видел, приехал на площадь Гагарина, то ли мне кто-то привез такого вобла, вот огромного, ну просто как лещи. И мы с братом, и папа еще к нам присоединился. Через два дня мама позвонила, сказала, что папу в больницу положили, а потом через два дня позвонил утром Олег и сказал, что папа нет. Светлана осталась одна в упустевшем чужом мире. Ей нужно было учиться жить по новым жестоким правилам. И у меня была связь с Володей. на 40-й день на 40-й день он пришел. Причем это было и физическое прикосновение, потому что это были его движения. Он всегда любил, у него всегда мерзли руки, и он всегда любил греть их между моих ног. Вот это было то же самое. Я боялась повернуться, я была спиной, и мы с ним говорили. Вот он мне сказал, что Светка, считай, что чемодан уже собран, береги детей, верь в то, что я тебя любила бесконечно. Она лежала тогда, сжавшись в комок, и думала, что сходит с ума. Но потом заметила, что их собака, Сеттер Фил, тоже ведет себя так, как будто увидел кого-то очень любимого. Фил заскочил хвостом, вот так вилял от радости, потому что он попрощался, видно, это... Весив своей семье, она могла всегда. Я Володю умоляла, чтобы он любил меня по-прежнему. Он Каренин, вот, я ему всегда говорила, ты Каренин. Учитывая Володин характер, с его таким болезненным восприятием несправедливости, я понимал, что жизнь это непростая. Ни одно преступление не должно оставаться без наказания. Но наступил момент, когда Ивашов просто устал от страстной натуры жены. И тут же нашлась женщина, которая захотела его утешить. Молодая владыча садом, только песне нужна красота, красоте же и песен не надо. Владимир Владимир уже готов был оставить семью. И вот тогда-то Светличная по-настоящему испугалась. Я поняла, что я его могу потерять. Мне казалось, что я могу себе позволять, а он нет. А когда Володя дал мне понять, что он может уйти, я сделала все, чтобы вернуть его. Чтобы вернуть мужа, она родила второго сына. Первый мальчик появился у Светланы и Владимира еще на третьем курсе института. Назвали его Алешей в честь Алексея Скворцова, героя фильма «Баллада о солдате», который принес бешеный успех его отцу. Кстати, благодаря этой картине молодожены жили в прекрасных условиях. Иногородние студенты получили свою жилплощадь. Квартиру на Фрунзенской Владимиру Ивашову дали за прекрасно исполненную роль. Так что новорожденный Алексей Ивашов не знал ни общежитий, ни коммуналок. Правда, некоторое время ему пришлось пожить в Мелитополе у бабушки. Это было очень тяжело учиться, и я не переставала кормить грудным молоком. Уже когда уже можно было отлучить от груди, вот мама забрала его в Мелитополь. Маленький Леша редко видел родителей. Привозили колбасу и селедку, потому что в Мелитополе этого добра было маловато. Леша рос обычным советским ребенком. Никто из его друзей даже не догадывался, чей он сын. Тогда я был пацаном, и это не нужно было абсолютно. Я вот уже прожил здесь более 20 лет, и есть люди, которые говорят, ой, что-то мы тебя по телевизору увидели. И тогда приходится говорить. А так я не не хвастаюсь. Когда пришла пора идти в школу, молодые родители забрали сына в Москву. А из Мелитополя на помощь супругам отправилась тетя Светлана. Баба Катя приехала, она была с нами, и Алеша с нами. И только на лето забирали. Баба Катя уезжала в Мелитополь. Есть арбузы, персики, ну и дети. Сегодня, вспоминая о родителях, Светлана Афанасьевна говорит, что все больше и больше становится похоже на маму. В манерах, вот как держать спинку, шляпы, которые я ношу, это все мама. И это все было по ходу моей жизни. И у мамы был вкус. Она всегда меня одевала брюшечки, у меня всегда были какие-то платьица. А еще мама Светланы всегда мечтала стать актрисой. Но после того, как она вышла замуж за военного, об актерской карьере уже не было и речи. Верная жена поехала за мужем по гарнизону. И даже когда появилась маленькая дочь, семья продолжала колесить по стране. Так что детство Светы Светличной прошло в разъездах. Родилась она в Ленинакане, в школу пошла в городе Ахтырка на Украине, а закончила десятилетку в Калининградской области. Кстати, в ранней юности Света вовсе не считала себя красавицей. Когда я получала аттестат зрелости в 10-м классе, я поняла, что я выросла в красавицу. Папа у нас был комендантом города, и вот комендатура была рядом по ходу по той улице, по которой я шла в школу. И там значит солдатики были, и вот я по солдатикам поняла, что я хорошенькая. Но в Москве, когда Светличная поступила во ВГИК, эта уверенность быстро растаяла. Увидела московских студенток, я поняла, что мне вообще не повезло. В том смысле, что они все такие красавицы, а со временем я поняла, они уже пользовались косметикой, а я была умытая. Вот знаете, как встал, умылся и пошел. Зато сегодня Светлана Афанасьевна полностью довольна своей внешностью. Ей удалось сохранить девичью фигуру, но главное, она не потеряла оптимизм, а это всегда благотворно сказывается на внешности. Все думают, что это генетически так я устроена. Нет, я об этом думаю, я об этом всегда забочусь, вот, и мне очень важно, как я выгляжу, куда бы я сегодня ни пошла. Совсем недавно Светлана Афанасьевна сломала ногу. Но и это не выбило ее из колеи. Натура актрисы и тут не позволила предаться унынию и жалости к себе. Не бойся, это совсем не страшно. Она не пропустила ни одной встречи со зрителями и никому не позволила даже подумать, что у нее что-то болит. Летом была премьера и я на сцену с болью, но вышла на каблуках. Даже от себя нежно. Потом нет, не могу. Думаю, я доковыляю, я доковыляла и на сцене там все, 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 все пошлось. Она привыкла быть лучшей и держит марку. Светлана Афанасьевна, как многие, живет на пенсию в 12 тысяч рублей. Но она не жалуется и умудряется выглядеть лучше, чем жены современных олигархов. У нас придумали такой праздник идиотский, день пожилого человека. Знаешь, подчеркну, ты уже все, закончил жить, ты уже пожилой, сиди, не рыпайся. И меня пригласили в качестве актрисы. Я была перед дилеммой. Вот в чем идти? Мерила, мерила, думала, думала. Я вышла в мини, я вышла в какой-то тоже шляпе, но я-то тоже 73 года девушке в шляпе. танцевала на сцене, симпровизировала. И в интернете на местном форуме появились гадкие какие-то комментарии, пьяная светличная, там, что-то такое. И меня как-то это возмутило. Я написал пост, который назывался «Душа в мини-юбке», о том, что ей хочется нравиться. Не виновата она в том «Добрый день». Пардон. Я счастлив вас приветствовать в этом скромном, уютном «Салют, мальчик». Помоги мне, помоги мне, в жотоглазую ночь позови. видишь, гибнет, сердце гибнет, в огне дышащей лавы любви. Ничего не заканчивается ни в 60 лет, ни в 50, ни в 70. Я не скрываю возраст, вот мне сегодня 73 года. Ничего не заканчивается. аплодисменты зала нужны этой женщине как солнечный свет. Она актриса. Даже если я иду в магазин, я иду не так, как другие. Вот, пусть не в обиду будет сказано, я все равно знаю, что на меня обращают внимание, где бы я ни появлялась. Сегодня так же, как 10, 20 и 30 лет назад, она жаждет зрительской любви. И сейчас, когда у нее почти нет ролей, она все равно играет. Раскрыв ладонь, плечо склонило. Я не видал еще лица, но я уж знал, какая сила в чертах Венери на кольца. Любимая героиня актрисы она сама Светлана Светличная. Сейчас даже когда меня спрашивают, говорят, Светлана, а кто вам нравится сейчас внешне? Я пусть думаю, что это как бы я юморю, но в этом есть доля правды. Я говорю, вы знаете, мне очень нравится Светлана Светличная. У нас все происходит как в старинной пьесе. Ну что жизнь в какой-то мере должна быть театральной. Жизнь не щадила первую красавицу советского кинематографа. Светлана Светличная потеряла мужа. Вслед за ним трагически погиб ее младший сын. Был период в жизни, когда она осталась без профессии, а для актрисы это равнозначно прощанию с самой собой. Умереть не бойся. Так надо. Так надо. Соглашайся. 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 Но она выстояла и снова стала первой персоной на полосах светских хроник. Субтитры создавал DimaTorzok 60-й год. В ГИК. Знаменитый объединенный режиссерско-актерский курс Михаила Рома. На нем учились Андрей Кончаловский, Галина Польских, Андрей Смирнов, Жанна Прохоренко, Валерий Носик. Из молодых и талантливых особенно выделялись двое – Светлана Светличная и Владимир Ивашов. Эта влюбленная пара была украшением ромовского курса. Не хочется говорить банальных фраз заезженных, таких как «красивая пара», но они действительно были хороши. Посмотреть на то, как они сдают экзамены, собирался весь в ГИК. Когда уже был дипломный экзамен по танцу, я с Володей танцевала вальс-бастон. У меня даже сейчас ощущение, что лучше нас никто не танцевал этот вальс-бастон. Во-первых, мы влюбленные до безумия. Что она влюблена до безумия, Светлана поняла не сразу. Был период, когда она не замечала статного красавца Ивашова. Да, обожаю ее природу, бережет она здоровье регулярно. По сутам выезжает в Москву. Она смотрела на него, как на одного из своих многочисленных ухажеров. Но потом Владимир снялся в звездной картине Григория Чухрая «Баллада о солдате». Мне пора. И мушку! Алюшка! Вместе с этим фильмом молодой актер поехал в Сан-Франциско на фестиваль «Золотые ворота». Режиссер Григорий Чухрай, постановщик фильма «Баллада о солдате», представил гостям, участникам своей группы. А когда вернулся из Америки, Светлана была сражена. Высокому блондину в джинсах и ковбойской шляпе стоило лишь раз пройти мимо. Я люблю красоту. Мне нравится и мужская красота. Я обращаю внимание, кто как одет и сейчас. Добавила любви и чувств, когда Володя в этих джинсах, тогда еще ни у кого, по-моему, но может быть у одного из миллионов. Володя ходил, воображал. Когда первый раз я увидел Володю в балладе о солдате, я представить себе не мог, что бывают такие красивые люди. Я подумал, вот человек родился, вероятно, в какой-нибудь аристократической семье с такими манерами. А тут еще советская пропаганда кино, показывали, как он живет, как он подъезжает к киоску на Волге. Сразу было видно, что машину он водит плохо, и машины не его. Из Америки Владимир Ивашов привез подарок и Светлане – махеровую кофту, невиданную по тем временам роскошь. Удивительную вещь носили всем курсом. Пасон осенний-зимний, товарищи. Хорошо обратить внимание. Модель получила специальную премию за скромность на фестивале в городе Канье. Мы вообще не знали, что такое махер. И когда я в ней там пришла, все вразили, ой, а что это? А дай померить. Я помню, как я одной из девочек герасимовского курса, ей надо было где-то снять, она говорит, цветай мне для съемок. Я ей дала. То есть она вот как бы еще ходила по рукам. Владимир быстро сделал Светлане предложение. И вскоре после свадьбы самая красивая актерская пара того времени снялась у Станислава Ростоцкого в «Герои нашего времени». «Эта прядь такая золотая, разве не от старого огня? Страстная, безбожная, пустая, незабвенная. Прости меня». Чтобы произнести эти строчки, я вижу перед собой Свету в фильме «Тамань». «Тамань».